Всем привет, друзья! У микрофона ARM, 73-я серия, по моему мнению, одна из самых лучших серий наравне 70-й серии. И в нём TheFuckBoom нам показал столько интересного и секретного, что при первом просмотре мой мозг взорвался. Я уверен, у вас тоже были такие же эмоции. Именно поэтому вы и смотрите это видео, чтобы ещё раз насытиться атмосферой 73-й серии. Сегодня я нашёл для вас ответы на многие вопросы, которые тревожат зрителей больше всех. Например, умер Lady Woman, когда Джимен повредил фейк-учёного, в которой она находилась. Почему же контейнеров становится всё больше и больше, ведь в этот раз уже их 4 штуки, и что же в них находится? И кроме этого, мы, конечно же, обсудим самую главную сцену, где нам показали комара-вумена, когда она ещё была человеком. И вы узнаете, кто эти три человека рядом с ней. Скажу по секрету, вы даже не представляете, что я для вас раздобыл. Но и это ещё не всё. Как и раньше, я для вас разработал одну очень глобальную теорию, которая полностью изменит ваше представление о вселенной Сквидетоле. Однако, это настолько глобальная теория, что я готовлю специально для него ещё одно видео. Так что, если хотите, чтобы этот видеоролик вышел завтра, давайте наберём под этим видео 70 тысяч лайков, чтобы я понимал, что вы хотите. Ну а теперь поехали. Серия начинается от лица комара-вумена, и мы видим 70-ую серию в момент, когда Вантузмен начинает искриться. Если внимательно посмотреть кадры перед смертью, то мы можем заметить, что партиклы в нижней части тела Вантузмена зелёного цвета. Обычно до этого мы видели партиклы только синего цвета. Например, можно вспомнить комара-маристана в 65-й серии после повреждений. И эта деталь ещё раз подтверждает тот факт, что Вантузмена убил именно секретный агент. После чего, со звуком перемотки, мы переносимся в 57-ую серию и снова видим нашего любимого Вантузмена. Но самое главное тут это то, что снова от лица комара-вумена, ведь она присутствовала в той серии. И также это подтверждается тем, что тогда пиовий комармен смотрел именно на Тиевумен, и фокус держал на неё. В то время как с ракурса комара-вумена она всегда смотрела именно на Вантузмена, и только потом в её объектив попала Тиевумен. Это означает, что для неё Вантузмен был очень важен, и она любила его. Идёт снова перемотка, и мы переносимся теперь уже в 53-ю серию. Это именно та серия, когда мы впервые увидели комара-вумена в сериале. Ещё раз обратите внимание, что тут снова она видит Вантузмена. Так что она перематывает не рандомные воспоминания, которые снимала на свою камеру, а именно те, где был Вантузмен. А это означает, что комара-вумен очень скучает по Вантузмену. Мне стало даже жалко её, когда я увидел это впервые. И как вы могли догадаться, чем дальше она перематывает, тем старше её воспоминания. Ведь следующее видео было снято, скорее всего, на момент 38-й серии. Причём самое интересное, что она сняла кардинально с другого ракурса. И это означает, что комара-вумен был в сериале задолго до 52-й серии. Просто нам её не показывал Дефукбум. А тут она включила вообще 23-ю серию, где, оказывается, присутствовал и Вантузмен. Рядом с ним, кстати, его друг комара-вумен учёный. Как вы помните, его мы тоже часто видели с ним и раньше. А в 72-й серии, когда он увидел смерть Вантузмена, очень сильно разозлился. Обязательно запомните эту деталь, он нам пригодится для дальнейшей моей теории. После она перематывает ещё позже. И этот момент происходит примерно в тот же момент, что и 14-я серия. Наверное, именно тут он и потерял ногу, ведь в предыдущем воспоминании Вантузмен был без ноги. Ещё один забавный факт про эту сцену. Вначале мы видим симп камармена, который, скорее всего, снова держит фото Тиви-вумена. И это, во-первых, может быть намёком на его возвращение, что подтверждает ещё один факт, о котором вы узнаете позже. А во-вторых, мне показалось странным этот момент по той причине, что впервые, ну, в самом сериале, мы видели Тиви-вуменов, начиная с 39-й серии. И на момент 14-й серии даже намёков на Тиви-вуменов не было. То есть, получается, Тиви-вумены существовали и раньше, и тоже скрывали себя как камарумена, или просто не попадали под объективы камарменов. Ведь как сим-камармен мог любить, ну, Тиви-вумена, если тогда её не было? Значит, она была. И это ещё не всё. Заметьте, что когда Вантузмен показывает лайк, с правой стороны снова можно заметить его друга, камармена-учёного. А слева же находится красный камармен. И теперь начался самый интересный момент. Камара-вумен дошла до самого первого воспоминания с Вантузменом. И тут мы можем видеть её человеческое лицо, до того, как она стала камарвуменом. И вам не кажется странным, что я до сих пор не рассказал вам про лучшую мобильную игру Grand Mobile. Я уверяю, даже камармены иногда заходят почилить и покататься на тачке в этой игре. Ведь он представляет собой огромный город с большим количеством игроков, с которыми можно общаться по голосовому чату и взаимодействовать с ними, как в реальной жизни. К слову, тут, как и в жизни, ты можешь покупать тачки, дома, работать на любимой или нелюбимой работе, и это уже ты сам выбираешь. А также Grand Mobile очень часто обновляется и улучшает механики самой игры. И это ещё не всё. У меня есть для вас особый подарок. По нашему промокоду SKIBID вы можете получить 300 тысяч рублей, VIP аккаунт на 7 дней и даже гелик. Я сам иногда захожу туда и играю с подписчиками. Так что очень советую скачать по ссылке в Санне и играть вместе с нами. Вернёмся к этой девушке. Скорее всего, этот момент происходит или до первой серии SKIBID туалет, или, что более вероятно, в момент первых серий, когда SKIBID туалеты только начинают захватывать мир и люди не до конца вымерли. В этой сцене мы видим, как она настраивает камеру и в этот момент можно заметить, как сзади кто-то бежит. Как мне кажется, это красный камормен, ведь цвет штанов почти такой же. Однако, тут я не уверен. Можете написать ваше предположение в комментариях. После того, как она настроила ракурс, мы видим её лицо. Если честно, она очень даже красивая. Только не показывать это влюблённому камормену, а то, возможно, он начнёт смотреть на фото камера вумена, а не тивумена. А мне, как вы понимаете, конкуренты не нужны. Ладно, про мою первую любовь в другой раз поговорим. Теперь давайте обсудим, кто такие эти люди. Начнём с самого очевидного. С правой стороны, как вы могли догадаться, находится Вантузмен. И судя по диалогу, его человеческое имя было Дэйв. Это ещё и подтверждается тем, что во всех прошлых сценах Вантузмен присутствовал. Но когда я смотрел в первый раз эту сцену, я предположил, что это молодой Дэфукбум. Ведь согласитесь, он очень похож. Однако, когда я вспомнил про этот плакат из 70-й серии, данная теория сразу отпала. Ведь если обратить внимание на год, в который был сделан плакат, и год, в котором было снято это видео, то можно сделать вывод, что видео было снято на 6 лет раньше. И поэтому чисто логический Дэфукбум в 1985 году выглядел бы точно по-другому. Так что теория, что это Вантузмен, самая логичная. Но что же касается вот этих двух персонажей слева. Первый персонаж в белой одежде, мне кажется, это камермен-учёный. Ведь это логично, раз они были друзьями и работали вместе, когда были людьми. А это может объяснить, почему они так часто были вместе, когда уже были, ну, агентами. Но почему-то, когда я смотрел эту серию в прямом эфире, на своем канале, многие подписчики писали в чате, что это Скибиди-учёный. Однако, по моему мнению, я не вижу ни одного подтверждения, что это может быть учёный. Тем более, это далеко не дед, и у него даже имеются волосы. Единственное сходство со Скибиди-учёным, это то, что он надет в белую одежду. Ну, типа халат, учёный и так далее. Сразу ассоциации. А вот второй персонаж для меня ещё загадочнее, самый загадочный. Я не знаю, кто бы это мог быть. Единственный, кто приходит в голову, это Дарк Спикермен. Однако, в завтрашнем видео, я постараюсь разгадать для вас и эту тайну. Кстати, в следующем видео, я также подробнее расскажу и постараюсь доказать мою новую теорию, что Дэйв, это младший брат секретного агента, или даже его сын. Ведь обратите внимание, что из всех персонажей, только у Дэйва включён экран с зелёными символами. Ну и не забывайте, что он очень похож на Дэфукбума. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, если вы этого ещё не сделали, чтобы не пропустить это видео с моей глобальной теорией. Ну и если ещё не поставили, то поставьте лайк, чтобы добить 70 тысяч лайков. А вот что касается того, что же они делают, у меня есть две теории. Во-первых, если это событие происходит до первой серии с Кабиде Туалет, то, возможно, из-за их экспериментов, случайно и появился первый с Кабиде Туалет. Но вторая моя теория, более вероятная, как мне кажется, эта сцена происходит уже после того, как появились туалеты. И они пытаются делать эксперименты, чтобы остановить этих самых туалетов. И что очень вероятно, эксперимент заключается в превращении обычных людей в камера-манов. Почему я так думаю, сейчас объясню. Мы видим эту сцену от лица обычной камеры, которую включил её владелец. В нашем случае владельцем является камера-вуман. Если логически подумать, раз это находится в её воспоминаниях, рядом с другими воспоминаниями, которые она снимала уже, когда превратилась в камера-вуман, то получается, её собственная камера стала заменой её головы, чтобы получить иммунитет от песни с кипятитуалет и не превращаться в них. Поверьте, это не всё доказательство этой теории. Я подробнее расскажу про это завтра. После всех флэшбеков, камера отдаляется, и мы видим планшет камера-вумана, с помощью которого она и смотрела свои старые снятые видео. С правой стороны имеется надпись на планшете, указывающая число... Кхм... 69. А сперва мне показалось, что это просто отсылка на 69-ю серию или что ещё хуже, но вы поняли. Но чуть-чуть подумав, я сделал другой вывод. Суть в том, что у остальных камерменов номер был больше. Например, у ПОВ-камермена из 56 серии был номер 1247, а тут меньше. Что может означать, что камер-вуман одна из первых агентов, а именно 69-я. Вертолёт, кстати, в которой она находилась, уже долетел до места назначения, и поэтому её отряд и она сама начинают атаку на скрепите туалетов. Для начала она бьёт одного из них ногами и после достаёт внезапно Вантус. Оказывается, она решила на память взять любимое оружие Дэйва, чтобы постоянно помнить о нём. Ну и после пары ударов она кидает гранаты внутрь туалета, чтобы тот взорвался. Судя по агентам рядом, данный скрепите туалет очень опасен, ведь мы видим, что у многих отсутствуют конечности. Например, этот бедный камермен потерял руку и его пришлось поднять с другой рукой. Когда в неё начали стрелять, она быстро встала и нацелилась на всех с помощью своего сканера. Кстати, такой звук сканирования мы уже слышали и раньше в предыдущих сериях с ней. Однако сейчас мы можем видеть, как это происходит от его лица. Согласитесь, очень круто это всё происходит. Я даже скажу больше, если обратить внимание, у неё в момент сканирования даже чуть-чуть замедляется время и перестаёт трястись голова. И это ещё не всё. Если раньше она стреляла дротиками, то тут над её головой вылезла какая-то огромная пушка. Скорее всего, она или улучшилась, или надела себе рюкзак с дополнительной пушкой, которую подсоединила к себе, чтобы в нужный момент он вылез и стрелял автоматически по целям. А в этот момент, кроме того, что камормены ставят лайк в знак уважения камормумен, ещё и можно заметить секретного агента вот здесь. Он снова наблюдает за Альянсом, но как мне кажется, в этот раз он решил наблюдать именно за камормуменом. Ведь секретный агент пытается всё контролировать и возможно ему не понравилось, что она смотрит так часто свои записи с фантузменом. Особенно вот этот момент, где он умирает. Ведь там есть улика и доказательства, что в смерти виноват именно секретный агент. После чего начинается моя самая любимая сцена. И сейчас объясню почему. Дело в том, что мы видим очень сильно накачанного скибди-мутанта. Обратите внимание, что происходит далее. Он начинает лететь сразу же, когда видит скибди-учёного. То есть, он ещё даже не знает, что внутри учёного сидит Ти-вумен и управляет фейк-учёным, но только от мысли, что пришёл скибди-учёный, уже начал драть куда-то улетать просто быстренько. Но почему же он так среагировал? Ведь более логичным было показать его ухмылку, ведь ну откуда узнает, что внутри же не учёный. А всё дело в том, что они вместе с Джименом пошли против системы. Они ещё в 69-й серии, до того, как учёный умер, обсуждали план, как улететь из лаборатории. И получается, они предали не только астротуалетов, но и часть скибди-туалетов, которые до конца оставались верными скибди-учёному. После того, как Ти-вумен убила скибди-вертолётов, она подсоединилась к планшету Комарвумена, чтобы та знала, что внутри сидит Ти-вумен. Я думаю, что она прислала данное сообщение и другим агентам поблизости, чтобы те не сошли с ума, когда увидели учёного в воздухе. Внезапно мы видим сразу три контейнера, а сзади них ещё один контейнер, который удается отсоединить от туалетов с помощью лазеров. И получается, суммарно их уже четыре штуки. Это очень меня пугает. Ведь в 71-й серии мы видели только один контейнер, в 72-й серии уже два, а в новой 73-й ещё в два раза больше. Если эта тенденция будет продолжаться, то внутренность этих контейнеров может быть чем-то очень огромной. Как вы помните, я уже спрашивал Дефугуму, что внутри контейнеров. И тогда он мне ответил, что внутри последний проект учёного, который ещё не доделан. Но в момент, когда я задавал вопрос, был только один контейнер. Так что, судя по этим фактам, этот проект постепенно доделывают прямо на ходу. Скорее всего, у них на руках изначально была только одна инструкция, и они как лего по этой инструкции начали собирать проект. Поэтому этих контейнеров появляются всё больше и больше. Позже мы вернёмся к этой теме, так что запомните эти детали. А вот в этом моменте мы видели, как Джимен удивляется. Наверное, он даже не знал, что учёный умер. И только сейчас это осознал, когда понял, что фейк учёным управляет агент. Он, когда бросил ну бросал учёного, думал, что тому удастся телепортироваться в последний момент. Но как мы помним, ему помешал большой Тивумен со способностью, про которую не знал учёный и поэтому не смог это предвидеть. А тем временем, атаку и, к сожалению, в итоге этого боя фейк учёный падает. Если бы он просто упал, то был бы шанс выживаемости у Тивумена. Однако Джимен решил ещё и финально сделать выстрел со всеми своими лазерами. Думаю, Тивумен смогла бы успеть за это время телепортироваться. В противном случае она или очень сильно повредилась, или даже могла погибнуть. По крайней мере, я надеюсь, что с Тивуменом всё хорошо и она вернётся в сериал. Кстати, вы помните, что я в начале видео говорил, что есть ещё одна деталь, которая намекает на возвращение Сим Камармена. Так вот, как мне кажется, это идеальный сюжетный повод вернуть наконец-то нашего старого друга. Ведь Тивумен в 57 серии не стала первым помогать Сим Камармена, а помогла Мадузмену. И если сейчас он придёт на помощь Тивумену, то она, возможно, влюбится в него. Дефокбум уже говорил, что у него классный план приготовлен для влюбленного Камармена и, судя по всем последним намёкам, о которых я говорил ещё до 73 серии, он уже очень скоро вернётся. Друзья, пока я писал сценарий к этому анализу, Дефокбум добавил наконец-то субтитры к серии. И, судя по этим субтитрам, Камара Вумена зовут Кэти. Не столь важная информация, но очень полезная для следующих моих видео. Получается, она не только красивая, но ещё имеет красивое имя. У Вантузмена очень хороший вкус, правильно выбирает себе девушку. Ладно, я снова не в ту сторону поверну. Давайте дальше. Камара Вумена решила продолжить сделать своей подруги и попыталась убить кемти-вертолётов, чтобы те не могли снова унести четвёртый контейнер. У неё, к сожалению, ничего не получилось, а Джимен тем временем уже почти выстрелил своими лазерами в неё. Однако, тут на помощь пришёл Спикермен Титан и успешно уничтожил скибиди-вертолётов. Момент этот очень круто выглядит, так как из-за музыки и пафоса брутального спикермена я вспомнил старый фильм с ковбоями. Он круто встаёт и заряжает свои пушки энергии, и тут прилетает и, ну, Камара Мэн Титан, а затем ещё и Тиви Мэн Титан. И получается, что он не врал тогда, когда говорил, что Джимен в этот раз не убежит. И в момент его телепортации он говорит «There's nowhere to run», то есть, типа, некуда тебе уже бежать. На что Джимен отвечает «Fools, you have no idea what's coming», извините за мой английский. Это примерно переводится как «Дураки», у вас нет идеи, что приближается, вы даже не представляете, что приближается, ну, как-то так переводится это. Но Тиви Мэн и на это решил ответить, сказав «Whatever's coming, you won't survive to see». Переводится примерно как «Чтобы не приближалось, ты этого не увидишь, так как умрёшь». Короче, ты не доживёшь до этого момента, чтобы не приближались. Что-то там несёшь, короче, ты умрёшь, бро. Нам не важно, да, что там ты пугаешь нас. Короче, судя по их диалогу, можно сделать вывод, что нечто очень опасное приближается. Я сначала подумал, что Джимен имеет в виду проект учёного, который находится в контейнерах. Однако, кроме этого, может быть, он имеет в виду про каких-то новых оснат туалетов, которых мы ещё не видели. На данный момент я не знаю, что он имеет в виду, да и в принципе сейчас это и не важно, ведь узнаем мы об этом только в 74 серии, так как на это был намёк в последнем сливе перед выходом 70-30 серии. Как вы помните, там кроме надписи You have no idea what's coming была ещё и надпись с числом 74. Чтобы это не было, одно ясно точно, это нечто, что приближается, будет помогать скипить туалетам, ведь в противном случае Джимен бы не был таким уверенным в себе. Дефукбум уже говорил, что у него есть планы на все случаи, так что ожидать его смерть в ближайшее время маловероятно. Поэтому у меня очень большой страх за будущее Титанов и надеюсь, что они смогут защитить себя. Наверное, вы помните этот фейк слив с убитыми титанами, который я специально создал для моей теории. Про эту теорию я планирую рассказать в одном из моих будущих видео, где я вам расскажу, что будет в 74 серии, по моему мнению. Но, конечно, по моему мнению, не все Титаны убрут, там чутка другая теория, ну, выйдет, вы узнаете. Хоть и 73 серия ещё не закончилась и мы ещё ждём вторую часть, но уже сейчас понятно, что именно в 74 серии произойдёт то событие, которое никто не ожидает. А что касается второй части, 73-й, я, как и перед выходом 72 серии, ещё раз пожелаю удачи Джимену, нашему шашлычку, так как это мой самый любимый злодей. А против трёх Титанов у него почти нет шансов, если, конечно, бой будет происходить честно. Но мы-то знаем, что Джимен хитрый паренёк и имеет постоянно козыри под рукавом, поэтому обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить мои будущие видео, где я буду разбирать сливы, рассказывать новые теории и не только. Пока-пока, друзья. А, ну и да, ребят, не забывайте про Гранат Мобайл. Ссылочка в описании скачивайте и пишите мои промокод с КПД. Если вы дойдёте до 5-го левела, скоро будет конкурс, где вы можете заработать деньги или ещё что-то. Я придумаю, я хочу сделать огромный конкурс, поэтому уже сейчас можете скачать, потому что условие будет скачать Гранат Мобайл и дойти до 5-го уровня, естественно, написать мой промокод, чтобы я это мог проверить. Так что, друзья, можете заранее уже подготовиться. Конкурс объявлю, скорее всего, в этом месяце. Субтитры сделал DimaTorzok